Итак, давайте посмотрим с вами, что значит пребывать на лозе практически. Что это значит? What does it mean to abide on the vine? Итак, первое, это то, что лоза – это Христос, символ. Ветви – это мы, люди, христиане, последователи, которые поверили в Иисуса Христа. На этом дереве мы можем видеть, что они между собой связаны. У нас всегда должна оставаться связь на уровне нашего духа с нашим Господом Иисусом Христом. Мы всегда соединены, мы всегда с Ним в союзе, мы всегда на связи, мы имеем отношение с Ним. И имеем отношение с Ним не только по воскресеньям, а каждый день. И веточка сама по себе, она не может существовать просто так. Если эту веточку взять и просто ее выкинуть, и вот она может сама себе как-то там существовать с понедельника по пятницу, а потом в воскресенье эта веточка припрыгает и опять запрыгнет на это дерево и скажет, я с вами, я на лозе. Но мы знаем, что это нереально невозможно, она должна быть там постоянно, не только по воскресеньям. Дальше. Эта веточка, она питается от лозы. Эта веточка, она получает всю энергию, весь заряд, жизнь, сок, все полностью приходит от этой лозы, которая для нас является Иисус Христос. Это все равно, что ребенок в очреве матери, он полностью, он соединен, он питается полностью от мамы, которая вынашивает этого маленького ребенка. Быть в союзе, вот быть в таком соединении, это значит хранить верность в любом месте, в любое время и словами, и делами. Это все равно, что, как вы думаете, значит, вот быть на лозе, быть соединенным со Христом, это значит круглосуточно молиться, круглосуточно читать Библию, не вставать с колен, или как это на практике? Друзья, это не значит, что нужно Библию читать 24 часа в сутки. Это все равно, что союз мужчины, мужа и жены. Находятся ли они в этом союзе круглосуточно? Держатся за ручки, не отпускаются, друг на друга смотрят и всегда рядом сидят, целый день. Нет, они расходятся. Едет на работу он, она куда-то уезжает, везет детей. Они не всегда физически вместе, но что у них сохраняется? Это союз верности всегда, где бы они ни были, в словах и в делах, всегда проявляется вот эта верность, потому что у них есть завет. Они соединены вместе, как муж и жена. Хоть они и на расстоянии, но они друг о друге думают, они иногда созваниваются, они общаются. Вот это и есть то, что пребывать на лозе. Как это на практике, пребывать на лозе? Что еще это значит? Это значит иметь постоянное отношение с Богом, потому что этот союз, как между мужем и женой, подразумевает общение. Значит, как веточка, она пребывает на лозе, у них постоянно между собой есть вот эта связь, там течет сок, жизнь. Это отношения, без которых они умирают. Ветка не может, она умрет без отношений, без связи, без лозы, без Иисуса Христа. Если мы не имеем отношений христианских вот с Духом Святым, то то же самое отразится в нашей христианской жизни. Что значит иметь отношение с Иисусом Христом, личное? Это значит молитва и чтение регулярно, постоянно. Почему я так вот интерпретирую, что отношение с Богом или пребывать на лозе, это значит молитва и это значит чтение слова? Это не потому, что я так хочу выдавить это, а потому что из того, что мы прочитали, там так написано. Если вы помните, можно этот стих снова на экран? Седьмой стих, там написано, если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут. Внимание, седьмой стих. Если вы пребудете во мне и слова мои в вас пребудут. Что значит пребывать? Слова мои в вас пребудут. Слово Божье в вас пребудет. Вы будете пропитаны, напитаны Божьим Словом. Вот откуда принцип, что значит пребывать. Пребывать на лозе – это значит быть всегда в Слове Божьем. Читать, размышлять, думать, слушать проповеди, смотреть какие-то служения, быть на служении. Все, что влияет и приносит питание нашему духу. Дальше. Помните иллюстрацию из Старого Завета, Первый Псалом? Там написано, что дерево посаженное при потоках вод, оно что делает? Оно приносит плод. Смотрите, тот же принцип – снова дерево, снова плоды. А как они получаются? Вначале, перед этим, в Первом Псаломе, что написано? Человек, который что делает? Любит Божий закон, пребывает, размышляет о Слове. Снова, видите, связь Слова Божьего, которое человек любит, размышляет, читает, изучает, и снова дерево, и снова плод. Новый Завет – то же самое Слово. Тот же самый принцип – снова дерево, лоза, ветви, и снова Слово Божье, и снова плод. Вот почему личные отношения с Богом, они производят этот плод. Итак, практически, что это значит? Пребывать на лозе – это значит быть постоянно на связи, в союзе, хранить верность, и пребывать в Слове, и молитве – это значит наше личное отношение по утрам или по вечерам с Богом. Это то, когда мы закрываемся, уединяемся и проводим наше время с Богом.